Всем привет! Я Света Гончарова и вы на моем марафоне о позитивном воспитании «Мой послушный ребенок». Сегодня мы поговорим с вами о том, почему дети ведут себя плохо и как это изменить. Эта тема очень важна, дорогие мои, потому что это основа всего нашего позитивного воспитания. Если вы вспомните, как вас воспитывали ваши родители, и если вы вспомните волны негодования, которые поднимаются в вашем сердце, когда вы видите, что дети вас не слушаются, вы увидите одну очень интересную вещь. Дело в том, что я до того, как я познакомилась с позитивным воспитанием, я считала, что мой ребенок меня не слушается, потому что он хочет злобно мне причинить какой-то вред, он хочет стать главнее и сильнее меня, он хочет взять бразды правления в свои руки. Или потому что ребенок, он тоже маленький грешник, поэтому вот он хочет делать что-то злое, что-то плохое. Но на самом деле это не правда. Правда в том, что нет плохих детей, есть дети, которым плохо. И я хочу, чтобы вы запомнили наше первое правило позитивного воспитания, первое золотое правило. Нам, родителям, нужно стремиться не просто прекратить плохое поведение ребенка, нам надо понять, в чем причина этого поведения. Главное стремление каждого ребенка, это радовать своих родителей. Вдумайтесь в это! Вы поймите, что если дети не будут стремиться радовать своих родителей, они просто не выживут, потому что дети зависят от нас, взрослых, очень сильно зависят и дети это знают. И то, о чем говорят все самые лучшие современные психологи, это то, что ребенок от рождения стремится вызывать удовольствие у своих родителей, угождать им и в то же время он хочет, чтобы его любили. Он нуждается в любви родителей. Поэтому я смеюсь заявить, что, что бы ни делал ваш ребенок, как бы он себя не вел в любой ситуации непослушания, я искренне верю в то, что так ребенок себя ведет, потому что он этим ищет вашей любви. Почему я так в этом уверена? Потому что, вдумайтесь сами, дети маленькие незрелые и гораздо более незрелые, чем даже мы с вами знаем об этом. Потому что очень часто среднестатические родители не знают возрастной психологии. Я, например, получаю множество вопросов «Мой трехлетний ребенок не умеет контролировать эмоции и очень часто обижается. Как мне научить его сдерживаться? Мой пятилетний ребенок не помогает мне по дому? Как мне его заставить? Как мне его научить? Мой шестилетний ребенок слишком ленивый или не может концентрироваться?» Дорогие мои, ребенок просто не может в этом возрасте делать то, чего мы от него хотим. Вы знаете, мы, взрослые, хотим слишком много. Но я же ему уже сказала, я ему уже объясняла, сколько раз повторять можно, а он все равно поступает неправильно, все равно не служит, все равно ошибки делает. Что же такое? Наверное, он плохой какой-то испорченный ребенок. Но на самом деле очень часто нам кажется, что ребенок ведет себя неправильно и он вроде бы как не слушается нас, потому что ребенок просто не может еще поступать по-другому. Поэтому, дорогие мои, запомните, что дети незрелые и они нуждаются в том, чтобы мы помогали им взрослеть. Именно из-за своей незрелости, из-за того, что дети не умеют контролировать свои эмоции, не умеют адекватно выражать свои просьбы, не умеют адекватно, правильно, вежливо защищать свои границы. Они часто ведут себя социально неприемлемо, как в обществе не принято. Поэтому ваш трехлетка бьет по голове лопаткой того, кто у него игрушку забирает. Поэтому старший брат, которому 6 лет, говорит, выкини в мусорку этого младенца, поэтому 11-летний ребенок говорит, я ненавижу школу и тебя ненавижу и вообще учиться не хочу. Это происходит не потому, что дети плохие, это происходит потому, что на самом деле они испытывают очень много эмоций, очень много переживаний, очень много ситуаций, с которыми они не могут справиться конструктивно, они не знают, как это. Поэтому запомните, дорогие родители, любое негативное поведение, любой проступок, любая ошибка вашего ребенка, это его просьба о помощи, мама или папа, помогите мне, я не знаю, как просить вежливо, я не знаю, как защитить свои игрушки вежливо, я не знаю, как учиться в этой ужасной школе, где на меня кричат и меня обижают, я не хочу туда ходить, помогите мне, защитите меня. И вы знаете, наша роль, как взрослых, это заботиться о наших детях. И мы, как взрослые, можем всегда знать, что нашим детям необходимо, они должны видеть нас, как фигуру заботящегося взрослого, взрослого, который всегда знает, как защитить ребенка, как ему помочь, как его научить чему-то. Вот такими мы должны быть для наших детей. Поэтому давайте запомним, плохое поведение ребенка – это не показатель его испорченности, это показатель того, что ему нужна наша любовь, наше принятие и наша помощь. Научить его новым навыкам, показать ему, как работает этот мир, как он устроен, как твои определенные действия влекут за собой потом определенные последствия. То есть, мы должны помочь ребенку войти в этот мир, повзрослеть. И обычно этот процесс взросления как раз происходит на вот таких вот ошибках ребенка. То есть, когда ребенок что-то чувствует, что-то хочет, за что-то борется и он это делает неправильно. И мы, дорогие родители, мы должны в этот момент понимать, что непослушание моего ребенка – это возможность его чему-то научить. Каждый момент непослушания мы кричим «Ура! Класс! Слава Богу! Я могу чему-то научить ребенка!». Когда ребенок ошибается, мы видим, где у них не хватает каких навыков. Это становится очевидным для нас и мы, как заботящиеся взрослые, можем помочь нашим детям. Поэтому, дорогие мои, подумайте, пожалуйста, о том негативном поведении, которое чаще всего повторяется в вашей семье с вашими детьми. А потом подумайте, что может быть причиной этого негативного поведения. Для того, чтобы вам помочь разобраться в причинах негативного поведения и как лучше себя вести в этой ситуации, чтобы ребенка чему-то научить, у меня есть два важных задания для вас на сегодня. В вашей рабочей тетради есть листы, которые посвящены четырем причинам негативного поведения ребенка. Я хочу, чтобы вы эти листы внимательно просмотрели. Причины всего четыре – это борьба за внимание, за власть, месть и недееспособность. Ну, и конечно же, есть просто ситуации, когда ребенок просто устал, просто вот он не может, он просто болен, он перенапрягся и он может себе вести плохо. Я хочу, чтобы вы очень внимательно прочитали эти листочки, ответили на вопросы, которые есть под ними, для того, чтобы вы для себя разобрались, чего добивается мой ребенок своим поведением. Конечно же, ребенок не думает так, значит, мне не хватает внимания мамы, я пойду добиваться ее внимания, или мне не хватает власть, я пойду бороться за власть. Ребенок так не думает, он просто ведет себя определенным образом, он выражает свое несогласие, он требует чего-то от нас, либо он закрывается от нас, но вот эти вот листы, которые даю в этой тетради, они помогут вам больше понять, почему ваши дети ведут себя подобным образом и что можно делать. И вы знаете, эти листы не для того, чтобы вы решили «Окей, мой ребенок борется за внимание, надо делать это», «Мой ребенок борется за власть, буду делать это». Даже не для этого. Очень важно, чтобы вы научились в момент непослушания задавать себе три вопроса. И эти три вопроса, они есть в следующем листочке, который называется «Дневник наблюдения». Очень-очень важный лист, критично важный. И эти три вопроса звучат вот как. Что происходит? В каждый момент непослушания задавайте себе вопрос «Что происходит? Что я вижу?». Потому что часто родители говорят «Вот, ребенок никогда не может вовремя собраться в школу» или «Ребенок всегда со мной спорит», или «Он никогда не ест овощи», или «Он всегда дерется на площадке». На самом деле, все гораздо тоньше. Если ребенок ударил кого-то на площадке, а что конкретно произошло? Его толкнули, у него что-то забрали, он сам просто злобно подошел и начал бить по голове кого-то лопаткой. То есть, мы должны очень четко для себя описать поведение ребенка. И вот этот дневник наблюдения, он вам очень поможет. Поэтому первым делом вы читаете 4 причины плохого поведения ребенка и разбираетесь приблизительно, какую причину чаще всего преследует ваш ребенок, чтобы вы просто в общем понимали. А потом вы берете конкретный момент непослушания. Прямо с этого урока вы начинаете каждый день вести дневник наблюдения, да, я пока не даю вам кучу инструментов, которые решат все ваши проблемы. Пока вы не поймете в том, что происходит с вашим ребенком, никакие инструменты позитивного состояния вам не помогут. Поэтому, дорогие мои, во-первых, мы наблюдаем, смотрите, в этом дневнике наблюдения мы записываем, что происходит, что я вижу. Например, ребенок устроил истерику, когда мы пришли к бабушке, это было поздно вечером, и бабушка предлагала ему есть то, что он не любит. То есть, вы детально записываете, что происходило в контексте вот этого поведения. Дальше мы опять же записываем контекст, каковы обстоятельства и окружения. Ребенок не может или он не хочет, то есть, мы должны глубже разобраться в каждом моменте непослушания ребенка. Тогда вам станет ясно, а почему ребенок, скорее всего, так ведет, а исходя из этого вы уже сможете выбрать, а что я буду дальше делать. Мы будем еще говорить об этом на следующем уроке с вами, но в момент непослушания, когда ребенок ведет себя неправильно. Мы должны помнить, что ключевым моментом является наша реакция родительская. И вот сейчас я вам говорю о том, что мы должны не просто затыкать рот детям, отбирать что-то у них, укладывать их спать, чтобы он наконец-то заснул, уводить откуда-то. Мы не просто должны прекращать негативное поведение, нам совершенно необходимо понять, а почему это происходит, что происходит и почему происходит. Поэтому в каждый момент непослушания задаем себе три вопроса. Что происходит? Дальше вы спрашиваете себя, чему я хочу и могу научить ребенка в этой ситуации. Любой момент непослушания может стать обучающим опытом, который созидает и совесть вашего ребенка, и его мозг, который растит его. А это как раз и цель нашего родительства – помочь ребенку повзрослеть, помочь ему развиться, помочь ему развить его мозг, научиться навыкам общения и так далее. Поэтому, что происходит, чему я могу и хочу научить ребенка в этой ситуации и третий вопрос, как я могу это сделать. Не реагируйте мгновенно, не наказывайте, не отправляйте в свою комнату, не рубите сгоряча. Лучше успокойтесь и подумайте, как я могу это сделать. Будем об этом говорить еще дальше на марафоне. Смотрите следующие уроки обязательно. Я расскажу, почему не нужно моментально реагировать на неправильное поведение ребенка. Но помним, что ваша задача на сейчас – изучить 4 причины негативного поведения ребенка из вашей рабочей тетради и начать вести дневник наблюдения, задавать себе 3 вопроса – что происходит, к чему я могу научить ребенка в этой ситуации и как я это буду делать. Вот это умение понимать причину, которая лежит под негативным поведением ребенка – это ключ к позитивному воспитанию. Скачивайте рабочую тетрадь, выполняйте задания, напишите просто мне в комментариях, какова чаще всего причина негативного поведения вашего ребенка и возьмите какую-то одну ситуацию, которая чаще всего повторяется и ответьте мне на вот эти 3 вопроса – что происходит, чему вы можете научить ребенка в этой ситуации и как вы это будете делать, либо как вы это делали, как вы этого достигали. Я жду ответы под этим видео. Дорогие мои, вас ждет еще аж 4 урока по позитивному воспитанию на нашем марафоне. Оставляйте ваши комментарии, убедитесь, что вы подписаны на нашу рассылку, ссылка на нее тоже есть под этим видео. Очень жду ваших комментариев, встречи с вами на вебинарах обратной связи, о времени и датах мы сообщим вам дополнительно. И самое главное, я желаю вам, чтобы вы любили ваших детей безусловно. Это самое главное, что необходимо вам для того, чтобы помочь им взрослеть, радоваться от общения с ними и вырастить из них достойных взрослых. Спасибо вам за внимание, жду ваши комментарии и до завтра. Пока! В правом нижнем углу экрана вы видите ссылку, вам следует на нее нажать. Когда вы кликните по этой ссылке, вы попадете на мой сайт, чтобы подписаться. Кликайте прямо сейчас по этой ссылке и подписывайтесь. Кликайте, кликайте, я жду! Очень хочется поделиться с вами этой информацией. Если вы кликните по этой ссылке, вы получите абсолютно бесплатный доступ к ценному подарку. Поэтому кликайте по красной кнопке и до встречи!